Изменения в порядок предоставления субсидий из окружного бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции рассмотрели на заседании администрации Ненецкого округа. Изменения в действующий порядок субсидирования назрели давно. Руководители оленеводческих хозяйств на встречах с главой региона Юрием Бездудным поднимали вопрос о необходимости изменений. Сельхозпроизводительным было обращение отправлено на департамент, на собрание депутатов и губернатору. Видимо, у нас все-таки собрание депутатов нас поддерживало, губернатор, видимо, услышал и на сегодняшний день принята вот такая вот сумма. По поручению губернатора теперь все оленеводческие хозяйства будут получать субсидию в размере 150 рублей за килограмм оленины. И все в один голос говорили, что должна быть справедливость. А справедливость в том, что выращивая оленя, штруженики тундры должны получать одинаковую субсидию вне зависимости от того, сами ли они перерабатывают эту оленину, сдают ли они на мясокомбинат, либо реализуют для населения. Субсидия будет распространяться на все мясо, которое было заготовлено в эту убойную компанию. Денежную компенсацию получат и те производители, кто сдаёт оленину на переработку на мясокомбинат, и те, кто занимается собственной переработкой и реализацией продукции. Выплачивая эту субсидию, мы должны защитить наш рынок и население от того, чтобы эта продукция вымывалась. Поэтому обратите внимание в положении, чтобы было отдельно указано, что речь идёт о защите, о продовольственной безопасности. Кроме того, в новую редакцию порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции внесут ещё некоторые изменения. Первое, мы приводим в соответствие с федеральным законодательством и вводим такое понятие, как отбор. То есть теперь для того, чтобы получить субсидию, нам рекомендуют, чтобы был определённый отбор. Мы это делаем. Раз. Второе, мы поддерживаем тех, кто работает на нашей территории. То есть в нашем изменении в порядке будет написано, что субсидирование подлежит только тех, кто стоит на налоговом учёте в Ненецком автономном округе. Также по просьбе оленеводов из закона уберут такое понятие, как период реализации. Ранее он обозначался с октября по май. Теперь в новой редакции составят весь год. Таким образом, заготавливать и отправлять на переработку олени, но можно будет в течение всего времени. Касаемо тех наших организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, которые производят сейхозпродукцию, которые производят и направляют её в другие организации для дальнейшей переработки. Это те организации, которые производят и направляют её на реализацию прочим лицам. Ну и те организации, которые производят продукцию оленеводства и, соответственно, направляют её на личное производство. Ещё один нюанс. Для получения субсидий при самостоятельной реализации продукции оленеводства, её цена не должна превышать 250 рублей за килограмм. Ольга Русул, Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север».